Бессменному российскому президенту Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Юбилей он отмечает в Петербурге, в Константиновском дворце, на неформальной встрече глав государства СНГ. Очень рад видеть здесь, в этом зале, лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками. Из-за приезда Путина в аэропорту Пулково задержали не менее 10 рейсов. А праздничный город выглядит вот так. Одним из первых Путина поздравил президент Никарагуа Даниэль Артега, отметивший, что 70-летие российского лидера совпало с праздником Богоматери Девы Розария. Также поспешил с поздравлениями еще один партнер современной России, северокорейский лидер Ким Чин Ин. Кажется, он один всерьез воспринял риторику Кремля и оформил телеграмму в соответствии с последними высказываниями юбиляра. Сегодня Россия успешно защищает достоинства государства и его фундаментальные интересы от вызовов и угроз со стороны США и их вассальных сил. Подобное было бы невозможно без вашего лидерства и воли. Прибывшие навстречу лидеры СНГ побаловали коллегу нетривиальными подарками. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Путину трактор. А президент Таджикистана Эмманоли Рахмон привез пирамиду из дым. Но Кремлю важно показать не только международное признание, но и народное единение вокруг так называемого национального лидера. Для этого власти использовали партийный и административный ресурс. О подготовке флешмобов и других акций стало известно в начале сентября, когда племянник президента Роман Путин заявил о создании Всероссийского комитета поддержки Путина и предложил с размахом поздравить президента с грядущим юбилеем. Перед ней у нас дата, знаменательная дата, 70-летие нашего национального лидера. И в связи с этим поступила инициатива организовать Всероссийскую акцию «Поздравим президента вместе». Сегодня мы можем наблюдать, как был реализован этот план. В Уфе на здании мэрии, а также на фасаде государственного концертного зала Башкортостан повесили огромные баннеры. Та же судьба постигла медиасферу казанского стадиона «Акбарс-Арена». А Нижегородский Кремль в ночь на 7 октября превратился в монструозную поздравительную открытку со словами Путина о родине и традиционных ценностях. Мост в Оренбурге также украсила президентская цитата, растянувшаяся на ширину реки Урал. Пятигорск обзавелся муралом в честь юбиляра. А транспортная монополия РЖД украсила высказываниями Путина вокзалы в Москве и Петербурге. Коллективы всевозможных учреждений выстроились перед объективом камер. А кто-то поздравлял Путина на языках народов России. Именно с подачи Путина 4 года назад и было отменено обязательно изучение родных языков в национальных субъектах. Тем не менее, публично его изображают лидером дружного многонационального государства. С днём рождения! Поп-музыканты и депутаты, поддержавшие войну в Украине, записали личные поздравления. Очевидно, что нет труднее служения, чем управлять Россией. Владимир Владимирович, от всей души. Дорогой президент, я от всей души поздравляю вас с днём рождения. Ну и, конечно, во всероссийской пиар-акции президента с удовольствием использовали детей. Поздравляем! Например, в поздравительном ролике к юбилею Путина снялись участники недавно созданного российского движения школьников. Великих побед под родным триколором! Школьники Крыма также поздравили президента рисунками и написали ему письма. В Мурманске молодая гвардия «Единой России» организовала конкурс детских рисунков. Члены организации из Дмитрова вечером 6 октября выстроились в фигуру Путина на фоне российского триколора. Композицию создали из фонариков смартфонов. Разумеется, вспомнили о президентском юбилее на аннексированных территориях. Зрителям рассказали о нём в эфире телевидения ДНР. Своё 70-летие отмечает президент Российской Федерации. А с фронта поздравления передавали бойцы батальона «Сомали». Сибирского здоровья, кавказского долголетия, донбасского характера. Но первое место по размаху празднования президентского дня рождения стала Чеченская республика. Там в честь круглой даты организовали целое патриотическое шоу «Единство», площадкой для которого должен по задумке стать весь город Грозный. Накануне студентов Чеченского государственного университета согнали на масштабный флешмоб, опять выстраивая из живых людей патриотические лозунги. И открыли стеллу Владимиру Путину на углу улицы, названной его же именем. А Рамзан Кадыров выступил с речью по случаю юбилея президента перед силовиками. Прокремлевские медиа в честь путинского дня рождения опять показали восхищенных его личностью и политикой иностранцев. Путин – единственный статист, который присутствует на планете Земли в этом моменте. А в пропагандистских ток-шоу тему юбилея президента старательно обходят. Видимо, чтобы лишний раз не подчеркивать его возраст. Гости федеральных каналов отмечают совсем другие качества Путина. Его гомофобию и демонстративное отрицание прав ЛГБТ-сообщества. Но проговариваются. Президент, я думаю, сказал все в своей речи при присоединении четырех субъектов новых. Он сказал, что это сатанизм, что такая жизнь нам не нужна. Пользуясь случаем, хочу сказать, поздравить его с днем рождения. Сегодня 70 лет все-таки. День путинского юбилея совпал с попаданием в санкционные списки музыканта Николая Расторгуева. Он, пользуясь возможностью, поздравил президента. Сегодня юбилея нашего президента. Поздравляем. Поздравляем. Спасибо большое, Николай. Но все-таки самые желанные гости Путина собрались в Константиновском дворце, замечает депутат и телеведущий Вячеслав Никонов. Ну и, конечно, я уверен, участники этой неформальной встречи поздравят президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Как видно из телеграмм поступивших юбиляру, список международных партнеров Путина в 2022 году сузился всего до 10 государств. А жители собственной страны поздравляют его исключительно по разнарядке сверху или из желания выслужиться. Продолжение следует...